Я уже у вас был, может вы меня помните, и я вот опять буду говорить Слово Божие. И вот у вас тут очень много людей, и вот каждый из вас, он пришел сюда, потому что посчитал, что вот прийти на служение, вот это вот важно. Вот это вот такая, ну, вот ваша ценность, вот приходить в служение, слушать Слово Божие. И это тоже важно, как бы, для многих людей, для меня тоже. Я вот прочитаю из Деяния 20 главы, 24 стиха. Деяние 20 глава, 24 стих. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие о благодати Божией. Мы видим из этого стиха, что для апостола Павла были вот определенные приоритеты в жизни, и даже написано, что, как он пишет, что я даже не дорожу своей жизнью. И вот каждый приоритет, они есть вот у каждого человека. Есть вот какие-то вещи очень важные, есть ценные, а есть не очень, которые вот можно, ну, не делать или оставить их на потом, или, ну, потом об этом подумать. И вот я сейчас хотел бы чуть поговорить о главных ценностях в жизни. Есть вещи, которые вот мы даже вот в земной жизни, ну, ценим их. Один раз у одного моего знакомого, у него был мотоцикл, ну, у него и сейчас он есть. И вот один раз к нему подошел знакомый и сказал, вот, я заплачу, ну, большие деньги, только, ну, продай мне его. И он, типа, не, не, я его не продам. И есть вещи, которые вот они вроде обычные, может быть, ну, не сильно такие, там, имеют, там, стоят много денег, но ценные для нас, потому что мы ими пользовались. Может быть, мы что-то туда в какой-то вот вклад сделали. И это очень для нас, ну, настолько оно нравится, что уже очень ценное, мы вот эту вещь вот уже не променяем. Ну, есть такие вещи, которые вот, они, может быть, для нас ценные, и мы за них равняемся, ну, и приносят нам вот страдания потом. Один хирург, он был очень такой известный тем, что, ну, он был хорошим специалистом, очень хорошо делал работу, но у него был вот одна такая, такой порог. Он очень сильно любил делать, ну, за большие деньги, он любил денег, и также у него было много знакомых, много связей, он этим сильно дорожил. И вот один раз один человек разбился, ну, не прям разбился, он еще был живой, ну, попал сильно в аварию, его привезли в больницу, и в этот момент, в этой больнице находился только этот доктор. И к нему позвали, говорит, иди там посмотри, привезли человека вот после аварии, и он говорит, типа, а и что мне за это будет, получу ли я за эти деньги, и что это за человек там, ну, чей он сын, может, у него какие-то знакомые есть, может, нету. Ну, и все, и вот, и его потом медсестры, те, кто там были, они бы просто говорили, ну, хоть выйди, хоть посмотри, там, может, что-то скажи, что сделать. И вот, когда он вышел, его очень удивило, это было то, что этот человек, это был его сын. И вот в тот момент у него нашлось все, и деньги, и знакомые, и все, но уже было поздно, и из-за этого он своего сына уже не спас. Его ценности, к которым он стремился, деньги, и там, связи, они причинили ему страдания, потому что он из-за этого потерял своего сына. И еще есть такое место, из Филиппийцам, 3 главы, 8 стиха. Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Здесь апостол Павел, он опять говорит, что для него вот все в жизни, он все почитал за ссор, а вы, может, знаете, что он был великим человеком, он был своеобразным учителем, его слушали люди, и он был влиятельным человеком. Но когда пришел Иисус Христос в его жизнь, он все это откинул, он все это посчитал за ссор, и для его стало очень важно то, что ему дал Иисус Христос, его сам Бог, вот Иисус Христос для него стал важным и для него стал главным приоритетом. И вот я возвращусь опять к тому месту, которое я прочитал, и тут написано, что «Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа». Есть вещи, которые мы приняли от Иисуса Христа. Об этом пишет апостол Павел, то, что он принял для него, это оказалось важным. И вот он принял, и его Бог послал проповедовать Евангелие, и все. И для него уже ничего не стало важным. Все остальное для него стало таким второстепенным. И вот в нашей жизни мы тоже многое что приняли. У нас есть Иисус Христос, вот некогда Он не был нашим Богом, не был нашим Спасителем, а сейчас Он есть. Сейчас Он для нас Спаситель, сейчас Он для нас помощник во всем, сейчас Он за нас заботится. Тут вопрос стоит для нас, насколько мы ценим то, что мы приняли от Бога. Мы также ценим, в обычной жизни, ценим отношениями. Ну вот одному человеку ты бы нагрубил, а так как это твой знакомый, или там твой друг, твой близкий друг, то ты уже сдерживаешься, потому что вы с ним дружите. И вот примерно такие отношения у нас бывают и с Богом. Вот сейчас Бог должен для нас быть ценностью, то есть мы должны бояться причинить Богу какую-то боль, потому что Он наш Отец, и Ему будет неприятно, когда мы делаем что-то плохое. И вот очень важно думать об этом, знать, что самой большой ценностью для нас является отношение с Богом. И каждый раз, когда у нас есть какой-то выбор, и когда мы можем сделать какой-то грех, каждый раз, когда мы можем даже сделать, ну, не грех, а просто, ну, пойти на какой-то такой поступок, который я мог бы провести с Богом, а мог бы нет, а мог бы вот просто провести это время очень так напрасно, то вот каждый такой поступок, он должен нам напоминать, что нам, для нас самое ценное, это то, что дал нам Бог. Для нас сам вот Бог, и даже не столько то, что Он дал, а то, что Он нам явился. То, что сам вот Бог, Он должен быть для нас, ну, ценностью, для которой вот мы оставим все. Вот, как вы сейчас, вот это вот утро, у вас были свои там заботы, вы могли просто бы дома поотдыхать, но вы пришли сюда, потому что для вас это ценно. Для вас ценно эти отношения. И, ну, только важно, чтобы эти ценности мы помнили всегда, не только когда воскресенье, а всегда помнили о том, чем вы бы ни находились, что нашим важным аргументом, нашим важным приоритетом является Бог. Является Бог, и Он, и мы должны думать о том, что мы причиняем Ему, что является за этим поступком, который мы Ему сделали. И думать только о том, что среди наших разных там, ну, житейских вопросов, думать о том, насколько это ценно, насколько это ценно перед Богом, ценим мы этими отношениями или нет. И этот вопрос, какие у нас приоритеты, какие ценности, пусть будет вот всегда звучать в нашем разуме. Пусть мы сами сейчас можем на него ответить, вот ценим мы Богом или нет. Ну, и не только сейчас. Если у нас мы замечаем, что для нас ценностью стала какая-то вот вещь, больше, чем Бог, то у нас есть возможность это поправить, нам есть возможность в любой момент прийти к Богу, покаяться перед Богом. И это не что-то такое тяжелое, что-то вот такое, которое нужно ждать какого-то определенного времени. Это можно делать в любой момент. И пусть этот вопрос, что для меня главная ценность в моей жизни, пусть он нас сопровождает всю жизнь. И тогда мы окажемся там, где, куда мы стремимся. Аминь. Пусть он нас сопровождает, кто-то делает. Аминь. sănёта сайта. Аминь. Давайте посмотрим. Продолжение следует...